всем добрый день уважаемые мои зрители я продолжаю готовиться к пасхе и на столе у меня будет рыбная тарелка засаливаю три сорта рыбки это селедка скумбрия и красная рыбка и с удовольствием делюсь своими рецептами это очень быстрая засолка а рыба получается потрясающе вкусная малосольная ароматная так что приглашаю посмотреть мое видео везде сегодня буду использовать сухой посол сначала красная рыбка у меня здесь пол килограмма разрезаю на два кусочка и делаю посолочную смесь на пол килограмма рыбы достаточно одну столовую ложку соли и половина столовые ложки сахара перемешиваем и засаливаем рыбку на дно контейнера просыпаю немного посолочной смеси выкладываю рыбку и всю остальную посолочную смесь распределяя по поверхности рыбы закрываю контейнер и отправляю в холодильник такая рыба солится примерно 5-6 часов если вы возьмете мелкую соль то и и потом даже смывать не нужно то есть вы открываете через пять часов соль сахара створились они просолили рыбу и все готово теперь займусь селедкой из кумбрии у меня здесь по одной тушке они достаточно крупные по пол килограмма я буду разделывать на филе обе рыбки разделывать рыбу на филе такую как селедка из кумбрии где достаточно много косточек конечно удобнее когда она еще не совсем разморозилась я на ночь достала из морозилки рыбку положила в раковину и она у меня совсем разморозилась такая мягкая но ничего я справилась и у меня получилось вот такие четыре прекрасных филешки вообще всю рыбу я стараюсь засаливать сама покупать сырую мороженую и потом ее засаливать домашних условиях ну во-первых всегда получается вкуснее а во-вторых как минимум в два раза дешевле вот такие красивые чистенькие филешки у меня получились и делаем посолочную смесь она точно такая же как и на красную рыбу так как здесь у меня две рыбы общим весом примерно килограмм я беру две столовые ложки соли и одну столовую ложку сахара перемешиваю посолочная смесь готова немного просыпаю дно контейнером остальную смесь из соли и сахара распределяю равномерно по всей рыбке и нужно ее оставить в таком виде на полтора часа обязательно нужно сделать гнет я вот такой соорудила прикрыла пакетиком и поставила миску с водой она стоит у меня при комнатной температуре через полтора часа я промываю рыбу от оставшейся соли то которая не впиталась значит она уже не нужна лишняя но это еще не все я нарезаю филе на порционные кусочки выкладываю в баночку ну можно в любой контейнер желательно в стеклянный и проливаю подсолнечным маслом рыбка должна постоять в масле еще пару часов в холодильнике и она готова это очень вкусно и удобно конечно нужно повозиться прежде чем получить вот такую вкуснятину то есть ее нужно разделать но зато потом вы сразу достаете из баночки ее можно есть выкладывать на тарелку либо на бутерброд и рыбка получается действительно малосольный и очень вкусный если вы любите вы можете в посолочную смесь добавить например либо черный перец свежемолотый либо укроп но я не люблю никакие примеси мне нравится вот такой натуральный малосоленый вкус рыбы красная рыбка у меня простояла холодильнике 6-7 часов примерно она тоже просолилась на поверхности нет никакой посолочной смеси она очень вкусная я ее также хочу разделать на кусочки положить в баночку мне так удобно чтобы достал баночку взял сколько нужно уже порезана порционно нарезаю выкладываю в банку сверху еле-еле поливаю посолочным маслом и все готово у меня получилось три сорта рыбки скумбрия селедка и форель это очень вкусные посол и рыбы попробуйте вы не пожалеете это действительно малосольное домашнего приготовления вкусная мягкая рыба от души поздравляю вас с наступающим светлым праздником пасхи пускай на ваших столах будет вкусно и красиво всем пока и скоро увидимся